Погнали. Последняя матч-тура. Если мне не изменяет память, да? Вот. Завры с лонарным Завром. Хаос целенький, готовый. Еще взятка у Кащея. Окей. Крокс нулевой? Да. Потому что прошлый Крокс подох. Там Джон, по-моему, убил его, если мне не изменяет память. На этом у Джона, как бы, пробойщик так приостановился, но зато убил Крокса. Там Крокс был никакой. У Крокса не было блока. Значит, он лох. Все, точка. Ну, Кащея просто бэшит лоз. Пока идет. Но пока не особо идет. Ну, концептуальные блицы убиватором воина мне не очень нравятся, потому что девятый армор. Реролл неприятненько потрачен, но окей. И даже не поошит. Ой, ссыкло. Ой, ссыкло. Ну, ладно. Крокса можно выбить легко. В Крокса реально простые кубы. Простой чейнблок. Кащей решил фалить нулевых козлов. Что, на мой взгляд, не самая разумная идея. Тут есть кого фалить, кроме нулевых козлов. И мха. Да ладно. Представь, если бы сейчас взятка сразу ушла бы, это было бы немножко обидно. А мне кажется, напрашивался все-таки Блиц в Крокса. Ну и вообще, конечно, ПОшка с борьбой смотрится... Вот конкретно в таких матчах смотрится не очень. Ну окей. Пошло прикрытие. Я бы РР не тратил бы в этой ситуации. Блядь, Кащей толкает Джагой вместо выбора двойки. Нет, ну, может быть, это был план? Ну, я не знаю, как бы... Мне кажется, что Джагой можно было повалить, и была бы хорошая позиция, но... У Кащея есть какой-то план, и он его придерживается. Молодец. Еще решил побить этим, и пробой дал. Тут теперь напрашивается простой фол. Правда, я бы скорее забегал бы вот этим вот сюда, или... Хотя... Ну ладно, ладно. Можно было просто убиваторов ставить вот сюда, и был бы фол поприятнее. Ну, Джага дана для того, чтобы толкать, и не для того, чтобы выбирать двойку на борьбе. Вы что, тупые, что ли? Кащей там идет на первом месте в группе, ему можно. Очевидно ж. Еще бы, правда, понять бы секрет Кащея, как у него нету пробоя. В смысле, по нему нету пробоя. Ну, подскоки не работают. Окей. Че-то глядь на позицию, могу сказать, что удар в говне. Я имею в виду, что у Дара откровенный рак кубу... Опа! Ну, я вот не очень понял, зачем была аптека здесь. Воу. 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 Я не уверен, что стоило тратить на эту аптеку против такого хаоса. Это был нулевой игрок. Стоил ли нулевой крок с аптеки? Вот в чем вопрос. Брайт, вот ты как написал, так и подох сразу. Накаркал просто. Ну, Кащей понял, что все грустно. Надо заносить. Дара, по-моему, выгнали из команды или нет, не помню. На нового денег нет, а без крокса печально. Ну, блин, понимаешь? Я просто, играя с такой хаоснёй, играя с такой хаоснёй, клейман, есть ощущение, что ты можешь потерять не только одного, как бы, сами знаете, кого, а можно потерять значительно большее количество игроков, и типа... То есть, потеря вот этого, вот этого и вот этого Завров, и даже вот этого Завра, скажется на командной игре намного более неприятно, чем потеря крокса. Имх, конечно. Это не считая того, что ещё даже скинка вонтёрного тоже не хочется терять. Ну, я понял, типа, Дар каждый раз копит ульту, чтобы потом выбить. Нужен блиц в скинка, мне кажется. Только зачем контакт сюда? Нет, он пошёл блиц... Ну, не знаю, лучше бы СМБ воина въехал. Моё мнение, лучше бы СМБ въехал воина. О, в скинка, в скинка, в скинка. Эээээ... Я успел выключить микрофон, почти что. Не согласен я с Даром. Ну, пока, козёл! Гениальная игра, просто. Попытка выбить убиватора, да? И сразу гол после этого. ААААААААААА! Ох ты ж! Ох ты ж! Ну, это шанс. Это шанс перевернуть игру. Не, ну какой ящер? Это кубы в мяч. Какой ящер, ребята? Вы что? Если он не животное, это кубы в мяч. Так, шестерка устраивает. Скаттер не самый лучший. Да ты оху... Ладно. Ну ладно, окей, окей. Козлу можно. Козлу можно, хотя мне кажется, что он немножко охренел. Очень вовремя шестерка. Очень вовремя. Только без пробоя. Ну, Дар дал два куба в мяч. Я просто держу в курсе. Ну, окей. Ну, охренел тем, что дал контакт Клейман. Сейчас поймешь, почему. У Кащея слишком простое выбивание. Он накажет, если он не нубас. Сейчас как бы изи шестерка и закат. Ну, что я... Что я вам говорил? Что я вам говорил, ребята? Я шарю. Шестерки им баи, не контрятся. Изи. Просто в мире животных. В мире животных. Все друг другу шестерки в лицо кидают. Та-та-та-та-та. Ужас какой-то. Дайте пощаду, пожалуйста. Тяжело смотреть на такую жестокую концентрацию скилла. На квадратный метр. Дабла. Понятно, да. А чё нет-то? Блодж нужен, чтобы ты в него верил. Верил и надеялся на то, что Блодж работает. Блодж это одна из самых больших... ...обманок, которые есть в игре. Ты веришь в Блодж, а он не работает. Изи. Вокруг одно сплошное наебалово. Кощей тоже нубас. Но Кощей нубас, которому очень прет в этом сезоне. Адар нубас, которому очень не прет в этом сезоне. Вот и вся разница. Кощей просто люто завозит. Из игры в игру. Из игры в игру. У него из-за этого создалось впечатление, что он хорошо играет. Вот так вот. Посмотрите, нубы делятся на тех, которые... ...которым завозят, и они себя ненавидят. Это я. И нубы, которым завозят, и они считают, что они научились играть. Это Кощей. Чувствуете, да? А! Вру! Есть нубы, которым завозят, и они принимают это как должное. Это Ситар. Вот так вот. В общем, в любой непонятной ситуации ты нуб. Запомните это. МНГшечка. Так, это кому завезло-то? Подожди. Это кому дар исчищает игру следующую? А, ну варвару... Варвару это не сильно поможет. Дарк Винг это нуба, с которого догнала карма. Вот. Не, ну смешной матч, конечно, без вопросов. У меня бы, конечно, горела бы задница с этой игры. Я уверен в этом. Но хорошо, что я просто смотрю это. Не участвую в этой порнографии. Тааааак. А, ну тут нормальная травма. Несерьезно. Зачем мы смотрим этот позор? Ну, все очень просили. Ваши многочисленные фанаты алкостримов сказали. А давайте посмотрим на то, как играют лучшие игроки Рубла. Ну, Кощей, конечно, научился даясить без вопросов. Здесь прям видно руку мастера. Вот так вот. Мастер собрался и метает кубы, как карасик. Как же Дар мастерски кидает один, 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 один. У Кощей просто не остается выбора, кроме как задайсить его, понимаете? Бедный Кощей. Бедный Кощей играет, а оклятый товарищ отдается и отдается. Говорит, так хочется спросить, зачем ты себя бьешь? Вот так вот. Зачем ты делаешь себе больно, Дар? Объясни мне. Ну, Кощей такими темпами просто чемпионом станет. Тут все как бы идет к тому, что Кощей летит к чемпионству. На всех парах я бы даже добавил бы. Кубы просто не оставляют Кощей пространство для маневра. С такими дайсами только чемпионство прямо здесь, прямо сейчас. Запомните это. Игра просто не даст Кощейу не стать чемпионом. Пришло время как бы, пришло время. А нам остается только понять и просить игру за то, что она это делает. К сожалению. Жалко, что чемпионство в рубле не дают за выслугу лет, как в КВН. Там можно было бы ситарчику дать чемпионство, например. Прухло не контрится, абсолютно точно. Без вопросов. Тем более такая пруга как у Кощей в этой игре. Да и вообще во всех играх сезона. Я не шучу, у Кощей реально завоз в каждой игре. Не без смертей, конечно, но там... Но завоз. Что-то реально ощущение, что вроде как завры и ломаются, Овсяное визуально думается, что хаоса меньше. Не знаю. Скинки какие-то непробиваемые. Ну, Дар, к сожалению, уже не справился и... Своё это... Своё чемпионство за выслугу лет не смог взять. Тут как бы, извините. У него был шанс, но он споткнулся об корову. Ну, или Реда его споткнул, я не знаю. Ну, вообще-то Гафи был чемпионом Менг. Так что... Это не... Ты чё-то вообще мимо. Гафи уже брал. Ты как-то упустил этот... Момент. Плохо разбирается в Бладбауле просто, но бас. Да мне уже и ходы Кащея понравились, и твои ходы. По-моему, классная игра. Привет, Ваня, ещё раз. Мне просто грустно, что мне ещё надо играть с Кащеем. Я уже боюсь просто. Я понимаю, что Кащея с такими кубами просто невозможно остановить. А Блица не будет? Не? Я, может, попустил? Может, Блиц был? Чатик. Это был фантомный Блиц, как бы, как потерянная... Это... Конечность? Ну, вот Кащея о Блицах не забывает. Не, ну, ничейку... Ничейку, ничейку. Дар должен здесь забирать. Всё-таки Завры поломались немножко. Ну, я думаю, укатнуть ничейку. Когда они играют? А, там же ещё Диамит не сыграл. Да, просто они ж так квасили недавно на стриме. Я имею в виду Дара и Кащея. И теперь, как бы, по доброте душевной, как бы, Дару как-то стыдно своего собутыльника Блицевать. Вот он и не Блицует, как бы. Я сомневаюсь, что Амоса доживёт до девятого дня. Почти, что абсолютная клетка Ред Грин Лока близко к этому. Так. Тут какое-то хитрое проталкивание придумали в красное. Так. Охуенный план просто. Ладно, не, ну ладно, 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 ладно. Окей. У Кащея была стратегия, она её придерживалась. Странно, что не 5-6 в красное. Вот это единственное удивляет. Типа, давайте встанем фулл контактом всей команды и побьём в красное по воину с МБ, типа Чё не так? Когда это такие планы не работали, ребят? По-моему, абсолютно никогда. То есть, между шестёркой и стр... Ну это договорняк, бля, ну это договорняк. Ну тут чё тут обстоит? Это договорняк, пацаны. Ну это договорняк тут, понятно. Они просто поквасили, подружились, и Дарта уже понимает, что всё, устал от ББ, надо ливать, а... А Кащею надо чемпионство. Короче, договорняк, пацаны. Это просто договорняк. Стыдно, конечно, стыдно. Я надеюсь, там нормально оплатили Дару этот договорняк. Потому что это позорище какое-то. Ужас, просто ужас. Я надеюсь, тебе стыдно, Дар. Какой-то просто неприличный матч. Нас спасли, жаль. Это как раз дурачок, который шестёрку не выбрал. Господи, отвратительная игра, конечно. Очень плохо играет. Ну, я не знаю, ну, типа, Дар просто такое дно, простите. Другого слова не подобрать. Он играет так плохо, что это похоже на договорняк. Ладно, Кащей просто, как бы, с ебанцой в голове, его можно понять. Но что с Даром происходит, я вообще не понимаю. Он же просто говну играет раз за разом. То есть, там забывает блицы, выбирает стрелки вместо шестёрок. Вот это вот всё. Такое впечатление, что он реально пьяный до сих пор. Ну, судя по тому, что он делает. За такую игру стыдно должно быть. Просто стыдно Дару. Ладно, Кащей, но Дар это вообще просто. Ух. Я серьёзно говорю, с такой сдачей Кащей выйдет в ПО. Ну, он там попадёт на пупка и насосёт, но выйдет. Второй раз, я думаю, вряд ли получится пупка задайсить. Вау, скинки пробиваются. Вера, вера в рычку неискоренима. Рычка никогда не предавала. Ну, тут главное ПО шлить ещё. Это была шутка, но окей. Ну, защита мяча была близка к защите мяча Арткости, но немножко не получилось. Близко. Не, ну, ребят, ну, судя по кубам, Кащей чемпион, конечно. Блять. В пизду. Извините, пожалуйста, я молчу. Я сдержан. Я не знаю, может, при каком-то количестве МБ-коловсы просто мозг сразу отключается, как бы, когнитивные функции пропадают, а ты превращаешься в овощи. Как вам теория? То есть вот при каком-то количестве МБ-коловсы у тебя просто мозг отключается, и ты превращаешься в овощи. Похоже на правду? Как вы думаете? Опять же, ладно, Кащей уже вопросов нет, как бы. Кащей просто понимает, что в этой игре можно делать всё. Но ДАР это просто... Шо-то с чем-то. Не кинули дольше 4+. Ну, 4++ встроенный. Так-то он был довольно вероятный. Господи Иисусе. Ведь эти... Руба БЛ становится смотреть всё сложнее и сложнее, ребят. Хорошее проталкивание. Вот здесь Кащей молодец. Вот где молодец, там молодец. Без вопросов. Видимо, они как бы всё время ДАР бухают, судя по ощущению. Я просто боюсь, что если ДАРу показать завтра эту игру... Я не уверен. Даже думаю, сейчас показать эту игру. Он половину своих действий объяснить не сможет. Настолько это плохо сыграно. Ну, как бы за смерть Кроксу спасибо, конечно, но в целом отвратительно. Очень плохо. Стыд и позор. Ну, не убежал от подката. Кащей сейчас ещё и гол забьёт, скорее всего. Успевает. Господи, что за трэш? Что за трэш? Игра ДАРа в этом матче, это просто... Ну, за гранью. Подкат работает. Ну, там такой был додж, что без подката бы справились. Есть такое подозрение. Да. Побед... Ну, насчёт победки там надо было ещё накидать сверху немножко. Окей. Будем считать, что подкат работает. Лучшие игроки Ру Комьюнити. Но... Тут я бы поспорил бы, конечно, насчёт лучших игроков Ру Комьюнити. Но, скажем так... Если до этой игры у Кащей было в 6 раз больше очков, чем у... Чем у ДАРа. То теперь у него в 9 раз больше очков, чем у ДАРа. И судя по уровню игры ДАРа, я в целом согласен с этим. ДАР у нас по рейтингу Башурика топ-30. А Кащей... ТОП-10. Ё-моё. Как всё плохо стало. Ха-ха-ха-ха-ха. Извините, пожалуйста. Да, Кащей, Кащей прям топовый боец Рубла стал, ребят. Держу в курсе. У ДАРа 1 очко, по-моему, было, нет? Наказалось, что у ДАРа 1 очко было. Да, ДАР с Валентином в нищу сыграл. У ДАРа 1 очко, у Кащей 9 очков. Чё тут делить-то, умножать на 0? Ещё один умник. Ужас просто не игра, ужас. ДАР просто выгнал бы. Кащей 9 очко. Кащей 6 очко.